мы сегодня гонимся куда можно еще сходить у нас короче пропало лето когда приходишь в магазин начинаешь сомневаться в этом для органик чиз и все дела кофейчанского к этому сыру сегодня можно взять букву 20 долларов вот желтой попой я сразу вижу еда еда зай давай возьми ты тоже вязать ну надо брать еду все а я не пойду не как-то сегодня вот нету здесь раздачи слону на канале наше жизнь в америке my life is my life и мы сегодня гонимся в код холодильник опустошен надо чего-то купить а чего у нас опустошилось мы давно не были в магазине вот а вообще у нас короче пропало лето вот такое серое небо да почему-то в общем очень пасмурно утром все такое хмуро правда стало намного теплее очень вообще можно сказать хорошо тепло тепло но пасмурно пасмурно вот 18 градусов будет 20 но это теплые 18 градусов не такие как зимой вот и солнышко выглядывает только после обеда поэтому может пока мы погуляем так уже и солнышко будет но все идем в код сегодня встречай холодильник они 40 долларов что это за пингвин гринтин бигдой full pet на нем плавать он типа там их не будет досками это чулень наверх это белый медведь Пингвин тоже какой-то, ты знаешь, я тебе скажу. Он бы плавал, обнял бы и плавал. Он больше похож на Angry Birds. Ну, как тебе, Серёга? Ну, мы подумаем, может. Пока я вижу, что тебе хочется больше пингвин. Масочки можно купить. Мы еще купили. Мы купили очки. Вот можно купить такой семейный бассейн. Они кисловом, как 130 долларов. Вот доски. А это что такое? Большой? А, это яйца. Каяти. Короче, все, что хочешь. Все готово к морскому сезону. Что ты хочешь зацепить, зайка? Ничего. Я смотрела. Печенюшки смотрела. А вот, смотри, стол-холодильник для этого самого. Ну, короче, тоже для пикника. Сумочка, еду или пикники тоже таскать, термосумочки. Стульчики. Короче, начался сезон пикников. Ну, и уже готов. Готовятся подготовки к дню независимости. Сейчас будет везде продаваться сладость. Вот настольная барбечесница. Да, барбечесница. Сколько она? 130. Может, саскекут какой-нибудь такой? Саскекут большой. Скажет нам, куда идти с этим выбирком? Нет, смотри. Что-то ковырял. Сегодня можно взять бухала джинс. 20 долларов. А это какой джинс? А это стрейк джинс. 15 долларов. Алкоголя мы сегодня уже, наверное, не будем, да? А это что, пижамка? 20 долларов. Арбузики начали продавать. Уже все больше и больше появляются. Что там? 6 долларов за паунт или за арбуз? За арбуз. За арбуз уже? Ну вот, уже дешевеют. Уже скоро можно будет арбуз выбрать. Давай, давай. Возьмем арбуз. Возьмем арбуз. Пока что выбирать? Ну очень большой. Вот с желтой попой я сразу вижу. Почему ты так решишь? Потому что надо, чтобы попка была желтая, а полоски яркие. Ой, ну ладно. Я постоянно читаю, как надо правильно выбирать арбуз. Постоянно, когда приходишь в магазин, начинаешь сомневаться в этом выборе. Поэтому советуйте проверенные способы. Но я... А у нас здесь мяты какой. Ну это не страшно. Берем это. Я точно помню, что если попка желтая, то это хорошо. Фрукт. Даже можно правильно сказать, ягода закинулась в корзину. Еда, еда. Зай, давай возьми, ты тоже еду, Зай. Ну надо брать еду всем. Короче, вот. Вы слышали, органик чиз и все дела. Зайка, ну притормози, мне же надо выбирать. Сейчас мы будем есть вот такой вот органик сыр. Еще бы чипсов органических. Ну, двигаем дальше. Как сказать, пойдем водичку возьмем? Да, идем за водой, за молоком. Ну, в общем, сыр как сыр. Было бы хорошо еще кофейчанского к этому сыру. Мороженое на сейвах. Как-то сегодня вот нету здесь раздачи слонов. Так, ладно, Маришка остается, я иду за молоком. Или пойдет в холодильник. Нет, там холодно, я тебя после воды подашу. А, ладно. Может тачку дашь? Посмотрим. Давай. Мой мусор полетел, я пошел поднял его. Надо быть культурным. Молоко 5,29. Двухпроцентное. Как обычно. И мусор свой туда. Два галлончика молока. Так, пойдем посмотрим, что у нас еще есть. Так, сегодня мы возьмем еще вот такую штуку. Стоит 7,49. Вот такая вот упаковочка. Дома просматриваем ее. Опа. Так, что у нас еще есть хорошего? Так, ну что, идем на выход. Маришка там что-то изучает уже. Что изучаешь? Обновилась. Что обновилась? Информация о нашем школьном сайте. Ну и на колледже сайте. Ну куда можно еще сходить для экстрапредитов, чтобы чуть-чуть больше оценочек получить? Я не пойду никуда, мне лень. Так, а что у нас? А, ну вода все нормально, 2,99. Берем воду. Четыре. У нас совсем заканчивается вода. У меня погнали в холодный холодильник. Короче, вот такие рыбные палочки. Опа. 12 долларов. Это не имитация. Это настоящие рыбные палочки. Очень вкусные. И все. Просто филе. Обязательно. И Саша хочет белый сыр. Любой сыр, который либо белый, либо не такой оранжевый как этот. Он его не любит. Так что предлагаю чистой для Саши купить нормальный сыр. Значит нормальный. Давай здесь покупать. Ну короче, мы купили в прошлый раз сыр. Если получится, мы покажем, если здесь такой будет. А мы его, наверное, здесь и брали. И в общем Сашка его не любит. Он такой рыженький. А он любит, когда этот больше моцарелла, наверное, а не чадр. Или чадр с моцареллой. Ну дело в том, что у нас Саши меняют такие страсти. А сегодня он любит моцарелл, а завтра он любит. Ну вчера я сделал питы. Получились пиццы. И он половинку съел. И не стал вкусить. Да. Он сказал, что он такой сыр не любит. Давай. Да. Так, ну что. Тут мы не увидели, что хотели, да? Масло. 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 Мы съели все масло. За полгода мы его съели. За сколько? Насколько нам упаковки хватает? Надолго. Ну что, прям белый или какой? Прям. Ну давай моцареллу возьмем. Вот этот белый просто. Да. Берем просто моцареллу. Короче, она стоит 11,69. Это получается два пакета по два с половиной. Как-то он так набросан. Прямо мне не нравится вообще. Еще сегодня мы хватаем вот такие арахисы. Стоит он 6,69. Это уже проверенный арахис. Скажем так, методом проб и ошибок решили, что надо брать этот. Что ты еще смотришь, Дахи? Что я посмотрю? А этого самого мясного миндаля у нас хватает? Да. Так, пойдем еще посмотрим по этим видам. Протянемся немножко и пойдем на фас. А я вон туда еще хочу зайти. Что-то у меня сбойнуло. И я, короче, или кнопки не нажал, или что-то не так пошло. В общем, мы купили еще вот два таких грызла. Оно у нас стало как-то быстро выходить, потому что Сашка кушает вместо... Вместо крейтерных рыбок он стал брать вот такие сухарики с собой. Это как он... Ланчбэк на снэйке. Ну, это не основной ланч. На первый? На второй завтрак, я бы правильно сказала. Перед тем, как они идут на ланч, они еще перезагрызают за своими столиками. Покушат прямо в воздух раз. Так. И мы еще взяли тоже непопоказуемые питы, чтобы делать пиццу. И вот такой вот хлебочек. А питы стоят 3,49. А хлебушек 7,99 по-моему. Где вот такие булочки. Ну и все. Пакуемся. В итоге мы потратили 108 долларов 83 цента. На всю эту корзиночку. Все. А вы были на канале. Наша жизнь в Америке. New life is my life. Пишите ваши комментарии, присоединяйтесь к нашему каналу. И увидимся в новом видео. Пока. Бай-бай. Бай-бай.